На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином Здравствуйте, наши уважаемые телевизионные зрители Это программа Ночное такси на YouTube Я Александр Крумин, как и всегда, в течение чуть менее ближайшего получаса Буду рассказывать о музыке шансона по-русски Этой музыке посвящен наш большой телевизионный канал на YouTube Работаем мы здесь уже седьмой год, с ноября 2010 года Благодарны, что смотрите Благодарны тому, что каждый месяц приходит сюда Никак не менее 950 тысяч уникальных зрителей Ну и, конечно, рады тому, что к моменту записи сегодняшней программы Чуть более 33 миллионов и 919 тысяч наших уникальных зрителей Та аудитория, что посмотрела результаты нашего скромного труда В Ночном такси все как всегда Рассказываю о музыке шансона по-русски во времени Естественно, эта программа создана для того, чтобы вы могли хорошо ориентироваться В том видео, которое мы для вас размещаем на YouTube Всегда рубрика «Близкое ретро» Здесь та музыкальная продукция, которая была либо создана, либо записана более десятилетия назад Затем рубрика «Интервью» У нас она носит название «Лицом к лицу» И в финале, конечно же, всегда альбомный блок В альбомном блоке свежее музыкальное видео шансона по-русски, которое мы записываем для вас Мы много снимаем альбомной продукции на сцене Это, собственно, специализация нашей студии Каждый год никак не менее 320 музыкальных произведений превращаются в сценические видеоклипы Поэтому за новой музыкой всегда заходите сюда Начинаем! Близкое ретро В программе Александра Фрумина Ночное такси В рубрике «Близкое ретро» собственно показываю вам запись Александра Розенбаума Наша студия в особых отношениях с этим очень талантливым человеком Огромное количество лет мы сотрудничаем с Александром Розенбаумом Выпустили много лет уже назад, 16 полных лет, если быть точно, его золотую серию В которой были изданы 22 альбома, которые были созданы нами Но, если быть точным, конечно, только 10 из них были записаны в студии «Ночное такси» в то современное время для этого издания Остальные – это реставрация старых записей Александра Розенбаума, их редакция И издание в качестве большой коллекционной серии компакт-дисков Я всегда с удовольствием показываю архивное видео Александра Розенбаума Мы снимали его, и снимали его неоднократно, но для сегодняшней программы я хочу поставить видео не нашего производства А видео производства замечательного режиссера российского государственного телевидения К сожалению, ушедшего из жизни уже не один год, как Евгения Гинзбурга Это фильм, который уносит название «Белая ночь» Фрагмент этой картины был нам подарен специально для того, чтобы мы использовали это в телепрограммах нашей студии По очень простой причине Мы писали саундтрек для этого телевизионного фильма Было это очень давно, было это 20 лет назад, в 1997 году И я с удовольствием показываю вам фрагмент этой замечательной телеработы На улице Марата я счастлив был когда-то И прошло с тех пор ужасно много лет Но помнят все ребята на улице Марата Что я имел большой авторитет В коротеньких штанишках, забросив фарты книжки, как в катакомб, лезли в кучи дров И в синей форме новой усталой участковый ловил нас в паутине чердаков Мальчишка несмышленый, я по уши влюбленный Часами мог ее в подъезде ждать И зимними ночами, озявшими руками А гордый струн стальных перебирать По улице Марата мы шли толпой Лохматой балоней под горло застегнут Клялись все в дружбе вечной на рынке На кузнечном у бабушек картофельном ряду Конфеточки, бараночки Я помню ночи в садиках Карманы на еженалочку Родился в Петрограде я Соборы трехметровые, цвет грязно-канарейчный Гоняли участковые нас с голубых скамейщик На Невском, как на пристани Рыбалка круглосуточно Гражданки точно с выставки забрасывают удочки Хрустят плащи баллония Доставки за гранплавание До теплоход Эстония Аж вартовался в гавани В кино билетик синенький Как пропуск на свидание А там листком осиновым дрожат коленки Танины Шалили нас парадные Нагретым подоконником И платьица опрятные Растегивались школьные Что-то мне не весело Что-то мне не спится Что-то мне опять не по себе Не по себе Вот петь хочу не песенно А из дому не смыться Значит не по жизни все И все не по судьбе Эх, заскучал я По бесовским ночкам Когда гитары не смолкали до утра Я заскучал По управдомской дочке Бой бабе из гостиного двора Эх, заскучал я Сильно до печали О том, что с Варей нам В ту ночь не повезло Я заскучал Что не туда поречалил А мой корвет Давно разрезали на лом И снова одиночество Снова сигареты Снова зачифирю Пару кружек да балды А вспомню, жить не хочется Да что же, братцы, это Ну неужели все прошло Как с белых яблонь дым Я заскучал По коммунальным сценам Там даже Гамлет Знал бы быть или не быть Я заскучал По старым твердым ценам Когда на трех мог я Выпить, закусить На улице Марата Я счастлив был когда-то Прошло с тех пор ужасно много лет Но помнят все ребята На улице Марата Что я имел большой авторитет В ночном такси Рубрика Лицом к лицу В рубрике Лицом к лицу Стоятельно показываю вам Фрагмент концерта И, конечно же, интервью Замечательного нашего друга Автора-исполнителя Михаила Шелега Мы тогда Очень серьезно подготовились Чтобы отметить Мишина 50-летие Пригласили его специально В год Его важной даты Для съемки в Санкт-Петербург Происходило все это Тоже, в общем, уже не вчера Происходило все это Осенью 2005 года Мы записали тогда Хороший, большой Фильм-концерт Его лучших песен На сцене Питерского музыкального Клуба «Леон» Сделали ему, на мой взгляд Очень неплохой Очень добрый Видеоролик На песню Питер И плюс к этому Записали интервью Фрагмент которого Я с удовольствием Показываю вам сейчас Надеюсь на то, что Будет и новая Музыкальная информация От Михаила Шелега Наша студия Сотрудничает с этим Талантным человеком Начиная с 1993 года Собственно, в этом году уже 24 года нашей дружбы Ну, а сейчас Михаил Шелег и запись образца 2005 года Я гуляю по Москве Не спеша На сегодня за душой Три кроша У меня, конечно, здесь есть друзья Но к друзьям без сувенира нельзя Я в столице, как в лесу Хоть кричи А вокруг меня снуют Москвичи И мне тело до меня Но не до них Что ж, останемся пока При своих Я очень рад Что За эти долгие годы Были не только победы Были и поражения И очень суровые испытания Но Как суровые На крепость На выдержку Сможешь ли ты дальше Не бросишь ли ты То Чему тебя Одарил Господь Не смолодушничаешь ли И вот сейчас Ты правильно говоришь Я очень рад тому Что многие люди Звонят в эфир Задут вопросы Многие приходят На формулу Я очень надеюсь Сегодня у нас будет Полный зал людей Аншлаг Аншлаг Потом Я надеюсь, что будет много Зрителей И на сольные концерты В октябре То есть Значит Не напрасно Значит Друзей у меня побольше Чем врагов Чем неприятий Да врагов у меня нет Собственно говоря Не могу даже сказать Кто может быть Врагом А это, наверное Очень важно Дойти Дойти до шестого Десятка лет И иметь Большую армию Поклонников И друзей И практически Не иметь неприятелей Вот это Потому что Жизнь В общем-то Нельзя сказать Что Уже Прожита До таких До такого Перевода Что надо Подводить итоги Такие уж Суровые Нет, конечно Ну какой-то рубеж Пройден, конечно И была Жизнь Весьма интересная Весьма разнообразная Хочется вспомнить Что Я занимался Когда-то Изобразительным Искусством Графикой Живописью Расписывал Стены домов Это было в Латвии Были у меня Персональные Выставки Я был Художником По кинорекламе На Невском Проспекте Когда Работал В кинотеатрах И Там я тоже Искал Воплощение Своих каких-то Идей Я искал Встречи со Зрителями С теми людьми Кому я могу Что-то Ну, может Не рекламой Но своим Изобразительным Творчеством С кем я могу Говорить на своем Языке Но, вероятно А песни я писал Еще и раньше Как только за гитару Взялся в 15-16 лет Где-то вот тогда Начал сочинять Уже Сразу же Стал сочинять Песни Тем более Что В 81-м году В 80-м году Скорее В 80-м Естественно Меня потрясло Событие Как всех наших Русских людей Всех наших Не только русских Советских людей То, что Ушел из жизни Великий наш Поэт Барт Актер Владимир Семенович Высоцкий Потрясло Всех нас Всю Советскую Интеллигенцию Я тогда Просто Взял гитару Сумку И уехал В Ленинград И стал писать Песни Совсем не похожи На те Которые писал И раньше Раньше Я был Больше Давлял Так сказать К року У меня были Свои Даже рок-группы Тогда рок-группами Не называли Их называли Вокальный инструментальный ансамбль А здесь Вот Настолько я Подчинился Вот этому Магическому зову Я взял гитару И уехал Не в Москву Заметь А в Ленинград Наверное Это город Город Не только дворцов Не только каналов Вот Да И парков Это застывшая музыка Застывшая поэзия Здесь статуи В летнем саду Наверное По ночам Друг другу Стихи читают Ей-богу Одни мосты Разводные Что только Что стоит Москва Прекрасный город Вот Они разные Совсем Я приехал Именно в Ленинград Тогда С песнями Вот Надо было пройти Достаточно долгий путь Чтобы прийти К сегодняшнему Своему состоянию Я был бардом Бардом Именно Именно Так Назывались Молодые люди Которые Писали Стихи Музыку Сами Сами эти песни Значит Исполняли И И мы Гордились тем Чтобы Называться Бардами Мы и афиши Свои даже Писали так Мы-барды Хотя Может быть Это Немножко Было Наивно Но Тогда Была Перестройка Тогда Все бурлило В нашем Обществе И Как Значит Кто Как не мы Так сказать Люди Которые С гитарами Вот Могут выйти На площадь Могут выйти К людям На большую сцену И Разбудить их Я говорю У меня У меня тогда Даже была Программная песня Такая Наш научно-технический Век Когда музыку Пишут машины Когда создан Искусственный Снег И деревья И даже Икра Наши женщины Стали грубей И по-женски Запели Мужчины Я гуляю Нам душа Человек Который Сам Сочиняет Для себя Все Стихи Музыку Человек Который Действительно Хочет отдать Часть себя Людям Это бывает Поверьте Очень и очень Не часто Когда люди Вот так Находят Быстро Общий язык Как нашла Наша студия С москвичем Артемом Еременко Мы сделали Уже первые Его записи В наших Фильмах И сейчас С удовольствием Покажем вам Один из Видеотреков Но также Что очень важно Сделали И первые Две записи В нашей студии Для того Чтобы Затем Эти песни Появились В золотой серии Аркадия Северного Издание золотой серии Дело серьезное Сложное Мы делаем его Сейчас уже второй год И я уверен Что вам будет интересно В одном из альбомов Аркадия Северного Оригинальном Альбоме Аркадия Северного Броса В 1979 году Записанном Услышать Две песни Артема Еременко Ну естественно Первая из этих песен Конечно же Из репертуара Аркадия Северного И сделана она Я считаю Очень и очень интересно И подчеркиваю Совершенно не похоже На оригинал Вторая композиция Авторская И я думаю Вам будет все это Именно вместе Послушать интересно Именно вместе С оригинальным трактом Аркадия Северного Это издание готово Вот в момент Записи Сегодняшней программы Мы ожидаем Уже поставки Компакт-диска С завода-изготовителя И как раз Когда эта программа Будет уже в эфире На YouTube Диск поступит В музыкальные магазины По всей России Именно в преддверии Появления Артема Еременко В этом очень интересном Архивном альбоме Аркадия Северного Конечно же Я с большим удостем Показываю вам Одну из его Авторских песен Смотрим Выходи на круг Повисели гостей Погоди На что ты еще годен Жив ли ты Полно в тебе Страстей Жив ли ты Но ты же ведь Свободен И попробуй в жизни Все перевернуть Прочь тоска Уныние Печали Не предав себя Мечты не обманув Сделав так Чтоб все вокруг Плясали Думы И в очередь Станьте Думы А ну-ка Все в ряд Разрывая На куски Свою душу Я ползу На священнебря Дай мне мудрости Господи От родных Отведи Все печали Дай мне путь Свою с тобою Пройти До конца Не продаться Помоги Не сломаться Помоги Свой путь пройти Или по границе Или до зерного Винца Выходи На круг Поисели гостей Не скажи Что хочешь Что ж ты стал Так бляден Мысль свою Неси А хочется Мить почести Труден Каждый вздох Но смысл Благороден Умер ты Все страсти Сделав Первый шаг Пусть Менял Но что-то Ж Осталось Если ты мечтал Но жизнь Несешь Продмак Ты себя Найди Чтоб Сердце Не металось Думай Думай И в очередь Встаньте Думай А ну-ка Все в ряд Разрывая И на куски Свою душу Я ползу Я ползу На священный Прядь Дай мне Мудрости Господи От родных Отведи Все печали Дай мне Путь свой С тобою Пройти До конца И не Продаться Помоги И не Сломаться Помоги Свой путь Пройти И в границе Литрового Литра Думай В очередь Встаньте Думай А ну-ка Все в ряд Разрывая И на куски Свою душу Я ползу На священный Обряд Дай мне Мудрости Господи От родных Отведи Все печали Дай мне Путь свой С тобою Пройти До конца Не Продаться Помоги И не Сломаться Помоги Свой путь Пройти И в границе И на терновом Литца Ну вот и все На сегодня дорогие друзья Это была программа Ночной такси на YouTube Я Александр Фрумен Как и всегда в финале Предлагаю вам Не только Смотреть нас на YouTube Но и слушать нас на радио Когда-то эта программа Создавалась именно Как радио Программа Потокового вещания И по сей день Она выходит на нашей Сетевой интернет-радиостанции Шансон 24 Эфирное расписание Неизменно По субботам С 22 до 24 часов Мы обещаем По московскому времени Из России Из Санкт-Петербурга Программа записывается По трансляции И затем дважды Ретранслируется В FM-диапазоне Радиостанции Наших партнеров Радиостанции Русский Берлин Соответственно в Берлине В столице Германии Первый эфир После оригинального эфира В России Происходит всегда В четверг С 23 до 1 часа ночи На 97,2 МГц В Берлине Затем программа Ретранслируется Еще один раз Но уже в понедельник Также с 23 до 1 часа ночи В Берлине Естественно Что время Звучания Ночного такси В Берлинском эфире Центральноевропейское Я Александр Фрумин Искренне благодарю вас за внимание И прощаюсь Как и всегда До следующей недели На волне Ностальгических нот На волне Позабытых Мелодий Вместе с вами Начиное такси Городских Серенад и Рабсодий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова